Итак, сегодня мы будем собирать клетку для попугайчиков, для размножения попугайчиков своими руками. Делается для того, чтобы сделать клетку под себя, такой, какой она должна быть, по моему мнению. И, естественно, делается для того, чтобы сэкономить денег, потому что клетки такого размера стоят от 10 тысяч и больше. Я собираю клетку для шести попугаев, для волнистых попугайчиков, но клетка таких размеров подойдет также и для более крупных попугаев и более мелких. В клетке также будут находиться три бокса для размножения. Все необходимые размеры и описание самой клетки, необходимых инструментов, материалов и их стоимость будут в описании под видео. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментарии, я постараюсь на них ответить. Вот так выглядела клетка на первой стадии. Примерно через день она выглядела уже вот так. И на следующий день вот так. Потратил на сбор всей клетки я примерно неделю, особо не торопился. То есть работал часа по два-три в день и делал достаточно все скрупулезно. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, вот она сама клетка. Давайте начнем по порядку. Ширина 90 см, высота 110 см, глубина 65 см. Как видите, сетки было впритык, поэтому сверху мы немножко сэкономили и пришлось соединять кусочками. Дверка открывается, закрывается и сделала шпингалет, чтобы птицы не вылетели. На полу у нас сетка, но дна как такового нет. Сделано это для того, чтобы саму конструкцию можно было ставить на пленку. И все, что попугайчики рассыпают, сыпалось вниз, и можно было убираться. Уголки использовал шириной 2 см примерно. И как вы видите, крепил по периметру все просто на хомутике. Сами непосредственно домики для попугайчиков, для их размножения и разведения. Они у нас шириной 25 см, высотой 15 см и глубиной 15 см. Сделал крышечки с ручками, чтобы не заморачиваться и было проще доставать. Но внутри, как вы видите, есть отверстие для влета. И вот этот выпиленный кружочек, это специально сделано для того, чтобы птицы могли откладывать туда яйца, и яйца не раскатывались по всему домику. То есть для их удобства. Все плотно закрывается, держится. Ну и сверху еще будет утяжелитель или крепление сделано. Снизу для того, чтобы сэкономить сетку и для того, чтобы птицы не рассыпали все пополу вокруг, оббил фанеркой, тем самым увеличив немного расстояние. Тем более фанера осталась. То есть не пришлось докупать ничего лишнего. Ну и давайте посмотрим внутри. Видим три отверстия для влета. Они сделаны у нас по 38 мм. То есть в среднем их делают от 3,5 до 4 см. Сделаны они обычным перьевым сверлом, просверлены. И перекладина по центру общая, чтобы птицы могли сидеть и залетать спокойно каждый в свое гнездо. Естественно, внутри еще будут разные перегородки, палочки, чтобы они могли сидеть, перелетать, поставятся кормушки и паилки для всех. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok